Лето – лучшее время для занятий спортом на свежем воздухе. Пробежка – самый доступный способ привести себя в форму к отпуску и укрепить здоровье. Советами о том, как правильно войти в спортивный режим, с нами поделилась тренер по лёгкой атлетике Анна Анисимова и чемпион Московской области по семиборью Дмитрий Лапшов. Разминка – главная составляющая любой тренировки. Дмитрий Лапшов знает об этом не понаслышке. Спортсмен тренируется каждый день. В 17 лет он чемпион Московской области по семиборью и обладатель первого взрослого разряда по лёгкой атлетике. Стандартные упражнения начинаются с головы и дальше мы переходим постепенно вниз. Делаем повороты головы и разминаем плечи и руки. Затем корпус. Лучшее упражнение – простое скручивание. И плавно переходим к голеностопу. Главное во всём знать меру и не переусердствовать. Голеностоп – неотъемлемая часть бега, поэтому его надо разминать очень и очень серьёзно. После того, как мы сделали разминку, можно начинать пробежку. Дмитрий занимается лёгкой атлетикой уже 6 лет. На каждой тренировке он бегает в среднем полтора часа. Но тем, кто только начинает свой путь на беговой дорожке, тренер Анна Анисимова советует заниматься интервально, чередуя бег с ходьбой. Например, вы бежите 3 минуты, 2 минуты и идёте пешком. И это всё чередовать в течение 30 минут. На первых тренировках это идеально подойдёт. Также можно использовать всякие гаджеты спортивные, которые будут вам подсказывать о повышении давления, частоты сердечных сокращений и прислушиваться к своему организму. Первая полноценная пробежка не должна превышать 10 минут. Затем постепенно следует увеличивать время тренировки. Чтобы занятия были продуктивнее, нужно правильно подобрать кроссовки. Например, если это твёрдая поверхность, то кроссовки должны быть более мягкими и лёгкими. Если вы бегаете по лесу, по грунтовому мягкому покрытию, то кроссовки к подошву могут быть более жёсткие. Если бегать пока сложно, достойная альтернатива – скандинавская ходьба. Это ходьба с палками, которые используются как опора. Любая нагрузка приносит пользу как физическому здоровью, так и эмоциональному. Бег помогает мне успокоиться, постоянно оставаться наедине со своими мыслями. И, в принципе, бег для меня работает не как метод для поддержания своей формы, а как раз-таки как успокоение. Привели мысли в порядок, пробежку окончили. Затем обязательно нужно сделать растяжку, чтобы мышцы не разболелись. Элементарные наклоны к одной и другой ноге сделают своё дело. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова